Если вам нужен недорогой, но производительный ноутбук, то обязательно стоит обратить внимание на героя данного обзора. Dell Inspiron 7567 позиционируется в качестве недорогого решения для любителей игр. Его заявленная стоимость в России начинается от 64 тысяч рублей, что для категории игровых решений совсем немного. В продаже есть много вариаций комплектации ноутбука, которые различаются типом процессора, объемом оперативной памяти, конфигурацией под систему хранения данных и видеокартами. Рассматриваемая модель оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i7-7700HQ с номинальной тактовой частотой 2,8 ГГц. В режиме Turbo Boost тактовая частота процессора повышается до 3,8 ГГц. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630. Также ноутбук оснащен дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Предусмотрена возможность переключения между процессорной и дискретной графикой. В данной модели установлен один модуль оперативной памяти DDR4-2400 емкостью 16 ГБ. Для установки SODI модулей памяти в ноутбуке предназначено два слота. Ноутбук оснащен 2,5-дюймовым HDD Toshiba и SSD-накопителем SanDisk X400 емкостью 128 ГБ. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного сетевого адаптера. Есть в ноутбуке и гигабитный сетевой интерфейс. Аудио-подсистема ноутбука основана на HDA-кодеке Realtek ALC259, а в корпус вмонтирован сабвуфер и два динамика. Дизайн Dell Inspiron 15 Gaming 7567 простой и строгий. Корпус выполнен из черного пластика. Крышка ноутбука имеет покрытие типа soft-touch, на котором не остаются заметными следы от пальцев рук. Экран ноутбука тонкий, всего 8,5 мм. Жесткости экрану не хватает, он прогибается при нажатии. Шарниры крепления крышки к корпусу хорошо фиксируют положение экрана при любом угле отклонения. Максимальный угол отклонения экрана относительно плоскости клавиатуры равняется примерно 120 градусам. Рамка, обрамляющая экран, выполнена из черного матового пластика. На верхней части рамки расположена веб-камера. Рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад, а также нижняя панель ноутбука сделаны из матового пластика черного цвета. Светодиодных индикаторов состояния в ноутбуке нет. Кнопка включения питания расположена в правом верхнем углу рабочей поверхности. На левой грани корпуса расположен порт USB 3.0, слот для карт памяти, разъем питания и разъем для замка Noble. На правой грани два порта USB 3.0, видеовыход HDMI, разъем RJ45 и комбинированный аудиоразъем. Ноутбук очень просто разобрать. Для этого достаточно открутить несколько винтиков и снять нижнюю крышку корпуса. Таким образом можно получить доступ к системе охлаждения, HDD, SSD, Wi-Fi-модулю, слотам памяти и аккумуляторной батареи. В ноутбуке используется клавиатура островного типа с увеличенным расстоянием между клавишами, отдельным цифровым блоком Numpad и двухуровневой подсветкой. В целом это удобная клавиатура. В ноутбуке используется тачпад типа кликпада. Размеры его рабочей области равняются 105 на 80 мм. Сенсорная поверхность кликпада немного шероховатая. Кликпад не допускает ложных срабатываний и позволяет точно позиционировать курсор на экране. Функция мультитач не поддерживается. Диагональ экрана ноутбука, выполненного по технологии TN, со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов, равняется 15,6 дюйма, а разрешение – 1920 на 1080 пикселей. Углы обзора в ноутбуке оставляют желать лучшего, что типично для TN-матриц. Система охлаждения в ноутбуке представляет собой два тонких кулера, которые связаны тепловыми трубками с процессором, чипсетом и графическим процессором. Нижняя панель корпуса имеет воздухозаборники, а на задней части корпуса расположены вентиляционные отверстия для выдувания горячего воздуха. В режиме «Простоя» уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 21 дБ. Это низкий уровень шума. В режиме «Стрессовой загрузки» процессора уровень шума увеличивается до 39,5 дБ. Если загрузить процессор и видеокарту, то уровень шума составит 40 дБ. В таком режиме ноутбук будет заметно выделяться на фоне остальных устройств, даже в шумном помещении. В ноутбуке используется аккумулятор емкостью 74 Вт в час. При просмотре видео при яркости экрана 100 кандель на квадратный метр и использовании процессорного графического ядра, ноутбук проработал в автономном режиме 6 часов 56 минут, что очень много. Что касается производительности, то при настройках на максимальное качество и разрешении 1920 на 1080, большинство современных игр работают при 40 кадров в секунду и ниже. При настройках на минимальное качество, в протестированных играх достигается производительность выше 40 кадров в секунду. Рассматриваемый ноутбук можно отнести к категории игровых решений среднего уровня. Значимым недостатком ноутбука является высокий уровень шума, а используемая для экрана TN-матрица не отличается хорошими углами обзора. Тем не менее, это сравнительно недорогой ноутбук с производительным процессором, достаточным объемом оперативной памяти и неплохой дискретной видеокартой. Закономерно, что его можно рекомендовать не только для игр, но и для работы с требовательными программами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова